Одна из самых маленьких стран Южной Америки часто оказывается в тени своих более крупных соседей, а зря. Здесь можно насладиться сочным стейком и ароматным мате, как в Аргентине, да и вообще Уругвай полон сюрпризов и охотно ломает стереотипы о типичной латиноамериканской стране. Итак, друзья, канал Фактор Юз представляет вашему вниманию 20 интересных фактов об Уругвайе. Уругвай получил свое название в честь близлежащей реки. Уругвай переводится с языка индейцев гуарани, как река разноцветных птиц. Уругвай единственная страна в Латинской Америке, расположенная полностью вне тропиков, а климат столицы Монтовидео можно приблизительно сравнить с Сочи, зимой плюс 10-12, изредка заморозки и иней. Также примечательным фактом является и то, что Уругвай почти самая маленькая страна в Латинской Америке, меньше нее только Суринам. Именно в Уругвайе находится основной запас пресной воды во всей Южной Америке. Хоть Уругвай и не очень большая страна, зато интернет есть практически в каждом ее уголке. Медицина здесь, в отличие от многих других стран, на очень высоком уровне и абсолютно бесплатна, даже для туристов. До 1992 года в Уругвае были легализованы дуэли. Соперникам требовалось только получить у чиновников соответствующее разрешение. Уругвай стал первой латиноамериканской страной, где законодательно запретили курение в закрытых общественных местах. Нарушителю придется заплатить штраф, превышающий 1000 долларов. Уругвай частенько называют самой белой и страной иммигрантов. Дело в том, что 90% населения иммигранты или потомки иммигрантов из Европы, в основном из Италии, Португалии и Испании. Здесь практически нет темнокожих и индейцев, нет расизма и антисемизма. Также Уругвай еще называют банком Латинской Америки, так как все пенсионеры приезжают сюда жить. Тихо, спокойно, мало преступности, просто настоящий рай для пожилых людей. Налоги в Уругвае для каждого разные, они пропорциональны уровню дохода, поэтому у состоятельных людей сумма налогов в общем превышает в два раза сумму для бедных семей. Причинение вреда собакам, в том числе бродячим, в Уругвае является нарушением закона. Многих псов, не имеющих хозяев, отправляют на обучение, чтобы они стали охотничьими собаками. Правила дорожного движения в Уругвае особенные. Нарушения, за которые в других странах строго наказывают, в Уругвае не считаются нарушениями. Например, вождение автомобиля в алкогольном опьянении и нарушений в таком состоянии дорожных правил считается смягчающим обстоятельством. Лежачие полицейские на уругвайских дорогах вогнутые, а не выпуклые. Движения почти на всех городских улицах односторонние. Каждый год в стране проводится масштабный фестиваль танго, призванный популяризировать Уругвай как родину этого зажигательного танца. Кстати, звание родины танго у Уругвая оспаривается с Аргентиной. Перед наступлением нового года уругвайцы прощаются со старым, разрывают и выбрасывают из окон календари. Самый популярный вид спорта – футбол. Сборная Уругвая несколько раз становилась чемпионом мира в этом виде спорта. Уругвай, будучи двукратным олимпийским чемпионом по футболу, был выбран местом проведения первого чемпионата мира под эгидой FIFA в 1930 году. Этот выбор оказался для FIFA не очень удачным. Отправлять команду так далеко было дорого, поэтому европейские страны не горели желанием принять участие. В итоге за звание чемпиона мира боролись всего 13 сборных. Это самое маленькое число участников чемпионата за всю его историю. Гимн Уругвая со звонким названием «Уругвайцы. Отчизна либо могила». Содержит 11 куплетов и в полной версии длится больше пяти минут. Почему бы и нет, им точно есть чем гордиться. Жители страны очень любят делать татуировки. Мужчины обычно набивают тату на футбольную тематику. Слабый пол выбирает более женственные варианты. Цветы, птицы, бабочки. Уругвайцы чрезвычайно эмоциональны. При встрече принято целоваться и обниматься, как мужчинам, так и женщинам. Кстати, о женщинах. Мода в Уругвая особенная. Девушки очень любят обтягивающие одежды. Чем крупнее женщина, тем более обтягивающие на ней будут леггинсы. А в завершении ролика хочется сказать, что в прошлом выпуске про Колумбию. Как некоторые догадались, на фото была изображена Ла-Катедраль. Тюрьма в колумбийском городе Энвигада. Построенная Пабло Эскобаром для себя и своих людей, чтобы не садиться в государственную тюрьму. А что же за достопримечательность Уругвая изображена здесь? Люди, ответившие правильно, попадут в следующий ролик про страны мира. Сейчас же обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы первыми смотреть новые ролики про интересные топы и факты. Спасибо за просмотр!